На сегодняшний день все чаще жители используют информационные технологии в сфере предоставления услуг. Не отстает от этого и госавтоинспекция. Для автовладельцев доступен весьма широкий перечень сервисов ГИБДД. Каких? Об этом в сюжете Виталия Абрамова. Итак, в настоящий момент существует 11 услуг ГИБДД, начиная от постановки на учет автомобилей и заканчивая проверкой наличия штрафов, которые мы можем получить через интернет или же можем записаться заранее, экономя время и нервы. Изучить полный список вы можете на портале госуслуг. Только в МРЭУ Якутска по Велийскому тракту ежедневно таким способом проходят около 100 человек. Если по республике за 10 месяцев предоставлено порядка 60 тысяч услуг, то межрайонный отдел предоставил около половины, 29 тысяч заявлений обработаны. Преимущества такой регистрации очевидны. К примеру, возьмем двух мужчин. Алексей, хоть и знает о такой возможности, привык работать по старинке и теперь сидит в живой очереди. Потому что с работы не сразу отпускают. Ну а тут как отпустить, так сразу приехал. Его, естественно, тоже можно понять. Но вот у второго нашего героя Петра визит в ГИБДД будет намного короче. Очень удобно. Народу мало. Записался. Вчера записались. Сегодня на 9 часов. Пришли. Все нормально сейчас сделаем. И очень удобно, хорошо. Думаю, что удобнее комментировать не надо. Если же вы пока не освоили азы работы в интернете, или же просто не разобрались, в зале всегда есть специалист, который поможет и объяснит, как регистрироваться. Конечно, да. Значит, есть в каталоге услуг транспорт и вождение. Вот, собственно, да, штрафы ГИБДД. Мы открываем. Для этого, значит, необходимо забивать данные. Вот, получить услугу, получить услугу. И вот, необходимо, что у нас, ввести данные транспортного средства, регистрационные данные, да, найти штрафы. Сейчас, конечно, мы сюда зайти не сможем, потому что необходимо забить соответствующие данные, да. Заходим и получаем нужную информацию. Кроме того, не стоит забывать и о предоставляемой 30-процентной скидке на услуги. Например, вы регистрируетесь для регистрации транспортного средства. Сумма, скажем, с получением государственного регистрационного знака составляет госпошлиной 2850 рублей. В случае, если гражданин решит обратиться в госавтоинспекцию с заявлением о регистрации транспортного средства, с получением также государственного регистрационного знака, скидка составит 30%. То есть это весомо ощутимая сумма. Также в перспективе в Госдуме решили разработать законопроект, который смог бы разрешать водителям обжаловать штрафы ГИБДД удаленно. Предполагается, что сделать это можно будет на официальном сайте. Несколько кликов. Виталий Абрамов, Иван Семенов, Джул Станин Акинтьев, НБК Саха, Якутск.